И всем привет, ребят! С вами Мистер Маник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу моим догадочкам, замечательным, ко дню танкиста, который у нас уже совсем-совсем скоро будет в игре. Сегодня поговорим по поводу этого праздника, поговорим, какие же у нас будут ивенты, скидки и прочие интересные моментики, связанные с этим праздником. Потому что это, наверное, один из немногих праздников, помимо Нового Года и Дня Рождения Игры, который может нам преподнести очень большое количество крутых ивентиков, скидочек и, возможно, даже каких-то розыгрышей. Итак, давайте сразу же запикаемся куда-нибудь в бой, чтобы я все это дело излагал уже непосредственно играя, хотя бы на фоне хоть как-то Викинга Молота я здесь одел. Начнем, друзья, конечно же, с самого дефолтного. Несколько лет уже подряд в этом плане у нас ничего не меняется, и я думаю, что и в этом году скидочки на День Танкиста у нас будут 50%. Как я уже сказал, это один из немногих праздников, помимо Нового Года и Дня Рождения Теона, который мы можем надеяться на хорошую, бомбическую, ровную, нагибаторскую скидочку. Поэтому писюточку красивую мы вместе с вами, я надеюсь, что увидим. Ну и с 50% скидками у каждого из вас будет возможность очень неплохо прокачать свой гараж. Мне, к слову, эти 50% скидочки, конечно же, тоже надо. Как минимум для того, чтобы прикупить себе расходочку, поставить, наконец-таки, на прокачку те дроны, которые у меня до сих пор еще не фуловые. Наконец-таки я их смогу хотя бы на один шажочек прокачать. Вы знаете, что я не докачиваю, не так уж много там, конечно, их осталось, но не докачиваю дроны, не вижу особо большого какого-то смысла в этом. Да, и я думаю, что 50% скидки на все будут. На гараж, на магазин, на всякие другие ништяки. Ну и плюс ко всему прочему, 50, 70, 50 на поставку шага и 70 на ускорение микропрокачек у нас также будут скидочки. И я, ну, практически уверен в этом на 100%, если у нас такого разработчики на такой праздник не сделают. Но это будет просто, ну, как-то, как-то не круто, не по себе. Я почему-то уверен, что 50% скидочки у нас залетят. Так, дальше у нас, конечно же, конечно же, будут супер-мега-крутые супер-миссии, где, я думаю, что в конечном итоге можно будет получить до 10, может, даже больше ультраконтейнеров. Ну, десятка это минимально, минимально, да, то есть меньше 10, я уверен, что не будет, потому что там ивент, скорее всего, продлится где-то около недели. Это значит, что будет большое количество супер-миссий. И если вся эта цепочка супер-миссий будет выполнена, то минимум десяточка ультраконтейнеров упадет. Плюс, мне кажется, то, что сделают какой-то еще дополнительный бонус, как у нас было на день рождения танков. Какие-нибудь, может быть, заданочки или просто бесплатные миссии чисто на забор. Ну, на сбор, я имею в виду, не на забор. Забор, это немножко другое. На сбор. И полноценненько можно будет с этого дела тоже зафармить. Понятное дело, что у нас будет супер-предложение, спецпаки, которые будут также приурочены ко дню танкиста. И, возможно, появится еще какой-нибудь фонд, как был у нас на день рождения ТО. Если я не ошибаюсь, на прошлый праздник такое движение, что-то подобное было. Поэтому, ну, я думаю, что этот год вообще, в принципе, с упадом онлайна должен преподнести что-то интересное. Все-таки разработчики должны быть заинтересованы в аудитории, чтобы она у нас продолжала играть. И на такой праздник онлайн, при том, что лето уже почти закончилось на момент записи видеоролика, а день танкиста, это вообще, это уже сентябрь начало, да. Разработчики надеются, что игроки возвратятся как минимум на день танкиста. Если сам ивент и праздник в игре пройдет на хороших нотах, на хороших условиях и суперкрутых ивентах, то онлайн как подрастет на праздник, так и после праздника не будет быстро падать. Так это всегда работает, я уже на протяжении, ну так, наверное, ивентов последних 15-20 слежу за всем этим делом. Слежу за тем, как меняются графики онлайна, статистика по этому поводу. Я могу вам сказать, что от удачных движений и вообще празднований разработчиками сделанных, да, зависит онлайн игры, который будет непосредственно после ивента, да. То есть, если у нас, например, в прошлом году, ну, примерно уже где-то чуть меньше года назад, на Хэллоуин был 17 тысяч онлайн, когда у нас сделали реально крутой ивент на Хэллоуин, то после него онлайн начал держаться там где-то около 15 тысяч, хотя до Хэллоуина цифры были там порядка где-то 12-13, поэтому если у нас, например, сейчас там до какой двенашки подлетит на день танкиста онлайн, то стабильная уже не восьмерочка, а десяточка у нас будет сохраняться в игре, что нехило так бустанет нашу, конечно же, игру. Так, я до сих пор ни одного овердрайва не прожал, и это, конечно, провалище. Давайте хоть какой-нибудь прожмем, а то мне, конечно же, под видеороликом опять напишут, что я нубло, которая не умеет играть в эту игру. Ну, я, в принципе, и так согласен, что я нубло, но так хоть овердрайв прожму, хоть тиммейтом немножко подсопорчу, а мы вообще летим 0-2, я понял, короче говоря. По скидкам я сказал, по спецпакам сказал, по супермиссиям сказал. Единственное, что я забыл, это то, что у нас 100% появятся спецрежимы. И вот я почему-то, друзья, уверен в том, что у нас на этот праздник вернется гоночка вооружений с пушечкой. Название которой я уже забыл. А, вот, вспомнил. Бонг, с пушечкой Бонг. Все ребята, которые играли уже в этом режиме, я думаю, что он вам понравился. Ну, как минимум, мне и многим ребятам, которые играли и смотрели стримы с этим режимом, он зашел. И я вот думаю, что это тот самый праздник, на который у нас этот спецрежимчик вернется. Возможно, даже с какими-то изменениями, потому что, ну, там есть моменты, за которые можно прицепиться и доработать. Ну, если разработчиков, конечно, чуть получше знать, то мне почему-то кажется, что там никаких изменений не будет. Но все же, надеемся, может быть, что-то интересное преподнесут в этом плане. Ну, и я надеюсь на то, что будет какая-нибудь разыгровочка красивая. Либо для тех ребят, которые там купят спецпаки, либо, как было у нас на день рождения ТО, что у нас была дополнительно хорошая бонусная прибавка к миссиям, да, то есть можно было там ежедневно забирать какой-то определенный приз. Может, какая-нибудь там игра дополнительно появится, как у нас было с Хоппером, который по космосу там прыгал. Все может быть. И в такие моменты, когда у игры не все стабильно, не все гладко и круто, разработчики могут что-нибудь интересное выкатить, чтобы привлечь старую аудиторию, ну и тех ребят, которые, например, и уже играют долгий период времени, и относительно недавно начали играть. То есть всем будет интересно, если как минимум выйдет что-то новое, а если это новое будет еще и круто проработано и сделано интересно, то по итогу мы вообще получим очень крутой контент, который не только прибавит онлайн в игре, но, возможно, и даст хороший буст в денежном эквиваленте. Это, наверное, все, друзья. То я думаю по Дню Танкистам. Все моментики вроде как я прошелся, разобрал. Пишите, что вы думаете, согласны ли вы с моей точкой зрения, с тем, что у нас будет на День Танкиста. Если же у вас есть какая-то своя позиция, или вы с чем-то не согласны, то пишите в комментариях. Мне будет интересно все это дело, конечно же, почитать. Ну и если я вдруг тоже что-то упустил, тоже напишите. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Также, друзья, нажимайте на колокольчик. Колокольчик, ну это прям вот то, что всегда вас приведет на видеоролик быстрее всех. Поэтому оформляйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.